здравствуйте вы на канале мир от просто меня по-прежнему зовут алексей борода с нами сегодня алексей привет привет лёш и его замечательный из 27 мы находимся в нск ранчо не забывайте подписываться лайки колокольчики поехали лишь ну давай по порядку чуть у нас вообще за ружье это лишь 27 82 года выпуска сейчас эти ружье также выпускаются ружье выпускаются именно 27 серия семьдесят третьего года до вот в калибрах 16 12 410 лад ланкастер с дольными сужениями без дульных сужений с экстракторами с джекторами то есть одно из самых массовых оружий да мне кажется я даже прочитал их в районе полутора миллионов по моему было выпущено да 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 и у нас так здесь у нас по моему сверху чок снизу получок сужения да то есть он примерно грубо говоря миллиметр а снизу полмиллиметра метра так у нас с тобой без инжекторов да у нас за у нас экстрактора ну то есть соответственно людям объясним что не выбрасывается она до сильно да они вылазят гильзы достаешь ложишь в карман автоматический предохранитель то есть при перезарядке снаряжаешь ружье ружье автоматически встает на предохранитель для этого не знал для произведения выстрела сдвигается вперед стреляем очень удобно как да да удобненько все так лишь вот это у нас просто это открытие провета открытие стволов вот мы сейчас если взять показываю сняли с предохранителя при открытии столов автоматически встает на предохранитель макула меня ли он на предохранителя сняли выделяем так сегодня соответственно уже не переключение только в сторону только вправо то есть грубо говоря это я к чему спросил на нем на этом ружье нету функции грубо говоря переключения за что какой до кого даток отвечает это самое простое ружье 8 старую вас получать первое это верхние наверное дали уже соответственно вторая спусковой крючок это нижний ствол да вот так чё тут еще а ну у тебя тут какая-то штука ну это гравировка на них на всех идут гравировки утки коршуны тетерева вот кстати хочу давали людям сразу тоже объясним ребят кто сейчас вот нас посмотрит ну или там думал раньше оформить себе лицензию и потом разрешение на гладкоствольное оружие имейте ввиду новый закон с 21 года ну если чеками не был далее вы можете купить либо одноствольное либо двухствольное оружие потому как в законе прописано что или 1 зарядное 2 зарядное соответственно ружье через два года владением 1 или 2 зарядным вы можете уже купить помпу там или полуавтомат скажем много зарядное гладкоствольное оружие имейте это ввиду так кстати еще людям скажем что значит иж 27 у нас бывает с одним спусковым крючком да да то есть у них очень большое количество разных модификаций было я ссылку на википедию прикреплю внизу посмотрите кому интересно там потому что все запоминать я даже смысла никакого не вижу переключение переключил грубо говоря и на этот же курок нажимаешь выстреливать второй стол да 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 абсолютно верно ребят у нас тут евгений добавился ну там кто смотрит нас видели у нас немного видео вот это я к чему дороже к чему к тому что насколько это массовое ружье то есть люди оба охотники жени у нас еще и до стрелок как бы занимается стрельбой у нас практически участвует соревнований что кстати нет в соревнованиях не часто сейчас тоже участвуешь да то есть и стрелки и охотники и вот соответственно вот она ружье же за что ты его любишь расскажи нам во время как всегда так же не еще раз значит десятый дубль пожалуйста за что ты любишь это ружье вообще вертикал к это классика да это просто эстетически красиво я выбрал только потому что мне она нравилась вертикалка именно у меня уже был к этому времени было оружие да ну легкая но удобно именно в ходовой охоте накинул пошел идешь она тебе не мешает не смущает то есть сравнивать там допустим с айгой как некоторые любят говорить у меня для охоты есть сайга которая магазинная вообще разные вещи конечно нет для разных охот в принципе созданная и же двустволки это грубо говоря первая самая утятница самое лучшее оружие для утиной охота просто люди как бы этого не понимают они берутся вот сайгу я пойду там сайгой по лесу шараха куда-то пулеметом пулеметом за уткой неизвестном направлении жень ты с нее что-то брал и косулю все-таки мужики уточню несмотря на сужение пулей мы можем конечно под пулей стандартный или все-таки подкалиберный подкалиберный идет чок это миллиметр подкалиберка летит нормально я сам кручу сам стреляю а вот вот тоже ребят очень важный момент лишь ты тоже не что-то брал кабан косуля утка гусь вот так вот вот но если флисы мы не рассматриваем это валовые ну да ну то есть ребят вот кто там новички понятно кстати кто не новички тоже делитесь мужики в комментариях кто чуть не убрал кто чего не брал у кого мимо вообще какие ощущения от этого оружия а кто новички имеете ввиду что несмотря на то что до государства ограничила нас вас если вы новенький в одна зарядном или двух зарядном оружии пожалуйста все это стреляет все это берется абсолютно как бы ну хорошее ружье которое нельзя недооценивать с ним ходили до еще вот эти знаменитые фрески пещерах пожалуйста мышь 27 отображал там другое оружие обратите внимание у значит евгений у нас с эжектором а у алексея без экстрактор до экстрактор вот разница женьки по моему отключил до сказал потому что на охоте да я гильзы все собирая в карман ну да не надо ребят саре снаряжение не сарим в лесу это как бы правило такой лисе это вряд ли понравится да и грибникам тоже вот то есть имейте ввиду что есть такое есть такое но в любом случае солить не надо поэтому он по сути просто что такое эжектор от когда открываешь ствол гильзы выбрасываются да да это для спортинга подходит до соответственно это ребят если кто-то хочет стрелять по тарелочкам пожалуйста можно сразу купить с эжектором стреляет по тарелкам да я сам сниму когда на тренировочку ну понял понял чего предлагаю приходить стрельбе сейчас у нас же не лёша бахнут вот я может быть бахну черт знает поехали тема брат тема нормально делай нормально будет нормальные диски поставь да да вот колол давай попробую тоже или подальше стреляю ох ты бинго вот она главное сказать не попаду да так но мне нравится классика а чё может попробуешь по тарелке так же да ну нафиг из меня стрелок знаешь какой лег ну-ка классику пишешь попробуй с эжектором стрельнуть и чтобы выпрыгнули гильза что же отключила да а он чё там перед лепесток же перекрыть переставляется и все а давай давай чё давай делай прикольно он или я машинка он без микрофона же да ну чё подводим итоги ружье классно для охоты для любой практически подходит мы еще раз в нск ранчо правила стрелка ребят будут в описании очень важный момент про наушники тоже не забываем ну если близко стреляем обязательно глаза одеваем ну так сказать чтобы защитить себя подписывайтесь на канал лайки колокольчик комментарии мужики женщины кстати у нас есть охотницы тоже пишите ждем давайте делиться друг с другом впечатлениями приезжайте в нск ранчо да вы на канале мир просто алексей борода евгений алексей пока